Принцип энергоэффективности подхватили вятские звероводы. В сентябре в одном из зверохозяйств края будет пущена в эксплуатацию газовая котельная. Это позволит на 30% снизить энергозатраты. Как такое стало возможным и как в целом сегодня живет звероотрасль, узнала Юлия Шалаева. Лисица, песец, норка. У каждого своя клетка и домик. На одного зверя в среднем приходится один квадратный метр. Норки живут по 2-3 особи в специально оборудованных клетках. Решетка из оцинкованной стали, чтобы не портить мех. Заселение по половому признаку. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Чтобы не дрались. Залог спокойствия зверя – это соблюдение нашей технологии. Если зверь правильно накормлен, хорошим кормом и досыто, у него есть вода, в общем-то он играет. Не до драки. Спят и играют здесь по желанию, а вот обед строго по расписанию. Аппетит у всех в прямом смысле звериный. Каждому из питомцев зверохозяйства необходим животный белок. Наши подопечные звери – хищники. На 80% рацион состоит из кормов животного происхождения. Отходы, переработки на мясокабинатах, рыбных цехов и так далее. Это сердце предприятия – кормоцех. Ежедневно здесь заготавливают по 50 тонн кормов. Рыбные и мясокосные заготовки поступают вот такими замороженными пластами. Задача рабочих – сначала разморозить, затем погрузить все в промышленную мясорубку. Полученную массу приправят зерном, витаминами, минералами. И в течение двух часов корм поступит животным. Полностью сбалансированный рацион и уже современные научные разработки. Они также заследят, чтобы отработаны нормы получения витаминов, нормы железа. Отлаженная работа кормовой базы для хозяйства – вопрос принципиальный. Прокормить нужно без малого 130 тысяч зверьков. По технологии корм обрабатывают паром, а это дополнительные энергозатраты. Чтобы их снизить, меховщики решили модернизировать свою котельную – топить не мазутом, а газом. Сейчас установка нового оборудования практически завершена. Это удовольствие дорогое – более 30 миллионов. Но это позволит нам более эффективно использовать топливо. Газ, естественно, он дешевле, удобен для эксплуатации и более экологический такой продукт. В зверохозяйстве посчитали – газовая котельная позволит снизить энергорасходы на 30% и окупится в течение двух с половиной лет. По словам руководителя, сэкономленные деньги потратят на улучшение условий труда, заработную плату и дальнейшую реконструкцию хозяйства. Юлия Шалаева, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.